Книга «Открытый муком» 3 том, тема «Потеряевка», вопрос 1150-й. Разрешается ли верующим служить в милиции, задача которой – задержание преступников, в том числе применяя и оружие, то есть допускается ли убийство в этом случае? Отвечает Игнатий Тихонч-Лапкин. Если это просто вопрос, не касающийся вас лично, то ответ очень краткий – нет, это не христианская работа. Мы, законопослушные граждане, и не можем нарушать заповеди Божие. А заповеди Божие несравненно выше человеческих требований Конституции и Уголовного кодекса. Хороший христианин – это и хороший гражданин. Так должна понимать и власть, если, конечно, это не тоталитарный режим и не мусульманство. У нас был в общине человек, который не хотел нигде работать физически. Отец у него был милиционер, прослуживший всю жизнь в этих органах. Характер у этого пенсионера был просто злодейский, настоящий милицейский. Он всюду подсматривал, вынюхивал и строчил клялвы, так что мы вынуждены были попросить защиты от него, и против него было возбуждено уголовное дело. Год выдержки по делу Дружинина Геннадия Петровича, том 1, лист 149, ответность прокуратуры Края, 12 февраля 2001 года, номер 16-1468-98. В суде Октябрьского района Козловой НПМ. Цитата. 2 июля 1999 года прокуратурой Края отменено незаконное постановление органов дознания Октябрьского РУВД от 1 июня 1999 года о прекращении дела в связи с отсутствием действия Дружинина Геннадия Петровича состава преступления. Производство по делу возобновлено. 2 августа 1999 года уголовное дело вновь прекращено Октябрьским РУВД на основании пункта 2 статьи 5 УПК РСФСР. Учитывая, что дальнейшее расследование не могло быть продолжено в связи со смертью Дружинина Геннадия Петровича, принятое решение оставлено без изменения. 3. Многочисленные свидетели, допрошенные в ходе следствия, подтвердили, что Лапкин Игнатий Тихонович не совершал тех поступков, порочащих его честь и достоинство, которые распространял Дружинин Геннадий Петрович. Прокурор Края, государственный советник юстиции 2 класса Юрий Федорович Пороскун. Сын этого милиционера тоже потянулся в милицию и поступил по рекомендации отца. У него сразу же потребовали сбрить бороду и совершить другие нарушения нашего устава. Так и пропала душа. 4. Не вернув взятые у государства подъемные деньги в переводе на 2002 год, это свыше 500 тысяч, то есть обворовав родное государство, на страже которого он стоял всю жизнь, а не сделались лютыми врагами нашего православного поселения. 5. Отца Господь убил, а сын скатился в страшную американскую харизматическую секту «Новую жизнь» и устроился в еврейскую организацию «Эвен Езер» помогать евреям уезжать в Израиль. 6. Сегодня столько пишут про милицию, читать страшно. 7. Взятки, преступления, из ее структур наемные убийства. 8. Руководитель банк. Лучше молитесь о милиции, чтобы в нее вошли добрые люди. Если бы власти это понимали, то они сами бы звали христиан в свои органы трудиться там, где можно обойтись без оружия. 9. В следовательских отделах, канцелярии. 10. Милиция из бабкистов – это мечта и счастье для законопослушных граждан. 10. Милиция из бабкистов – это мечта и счастье для законопослушных граждан.